В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Еженедельное утреннее совещание в правительстве республики состоялось сегодня, 15 сентября. На рассмотрение было вынесено 8 вопросов. По традиции вел совещание глава республики Башкортостан Радий Хабиров. В первую очередь подвели итоги единого дня голосования. Жители республики выбирали в том числе и депутатов представительных органов власти. Явка по республике составила более 52%. В Минауле этот показатель на уровне 64%. Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, дополнил его доклад министр образования с сведениями о ситуации в образовательных учреждениях. Продолжилось совещание анализом положения дел в жилищно-коммунальной сфере. Остались считанные дни до начала отопительного сезона. Социально значимые объекты с сегодняшнего дня уже получили тепло. Обсудили и два предстоящих мероприятия в рамках акции «Зеленая Россия». День чистоты в сентябре переносится с 16 на 19 число. В эту субботу по всем территориям пройдет облагораживание ранее высаженных аллей. А через неделю, 26 сентября, состоится республиканская акция «Зеленая Башкирия» и «Лес Победы». Также были заслушаны доклады о ситуации в дорожном хозяйстве и чрезвычайных происшествиях. Для противопожарной безопасности в республику придут 30 единиц прицепной пожарной техники. Министр сельского хозяйства подвел промежуточные итоги уборочной страды и сезона кормозаготовительных работ. Грубых и сочных кормов в этом году заготовлено с избытком на полтора года. Завершилось совещание при главе республики отчетом глав муниципалитетов, участвующих в конкурсе на создание комфортной городской среды. Напомним, что Инаул также стал победителем этого конкурса, и до конца года у нас появится сразу три обновленных площади. В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. В нашем районе на 48 избирательных участках избиратели выбирали депутатов советов района и городского поселения. О том, как проходили выборы, расскажет наш корреспондент Гульнара Сидзикова. За несколько минут до открытия избирательных участков члены участковых комиссий проводят обязательную процедуру. Запечатывают урны для голосования. Вскрывают конверты с бюллетенями тех, кто проголосовал досрочно, и отправляют их в урну. На этом подготовительная часть завершена. В 7 утра участки распахнули свои двери для избирателей. На нашем избирательном участке на сегодняшний день 1746 избирателей. Досрочно проголосовало 10 избирателей. Заявлений поступило 18. Голосований на дому пожилым людям. Мы пойдем с переносным ящиком. Ну, наша участковая избирательная комиссия готова. Конечно, меры предосторожности мы соблюдаем. У нас есть все средства индивидуальной защиты, и перчатки, и маски. У нас щитки у каждого члена участковой избирательной комиссии. И соблюдаем социальную дистанцию. Голосование проводилось с соблюдением всех мер безопасности. Это защитная одежда у членов избирательной комиссии, социальная дистанция, термометрия и дезинфекция рук. Наличие масок у избирателей, отдельные входы и выходы для разделения потока людей. На участке 3411 во дворце молодежи более полутора тысяч избирателей. По словам членов комиссии, как правило, утром голосующих мало. Большинство приходит днем и ближе к вечеру. На участке улицы находятся все те, которые за дворцом молодежи, а также микрорайон Заречный и микрорайон Восточный. У нас избиратели очень ответственные. Они постоянно приходят на наш участок, чтобы отдать гражданский долг. Я надеюсь, что и в этот раз они придут, выберут достойных кандидатов. Также хочется поблагодарить тех, кто приходил досрочно голосовать. Точно так же кто-то уезжал в отпуск, кто-то уезжал на работу, на отдых. Таких у нас 14 человек. Они пришли, написали заявление и отдали свой, опять-таки, гражданский долг, свой голос. В данное время у нас у всех есть стенды, на которых находится вся информация о кандидатах. Вот информационный стенд. Каждый избиратель может прийти, ознакомиться, что непонятно. Они спрашивают у членов комиссии, у председателя. В школе имени Радика Гореева голосование шло в штатном режиме. Большинство избирателей – люди старшего поколения, и выборы для них давно стали привычным, но важным делом. Стараюсь всегда участвовать. Настроение у меня хорошее. Настроена я на хорошее настроение. Надеюсь, что новые депутаты будут работать хорошо. В этот день желающие могли поучаствовать в опросе и выбрать общественную территорию для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На выбор и на улицам предложили обустройство городского парка, территории проведения праздника Сабантуй или площадь по улице Социалистической. Активно шло голосование в сельских поселениях. Сельчане голосовали за депутатов Совета района. Помимо этого, в Истякском сельском поселении проходили дополнительные выборы депутата Совета поселений по Истякскому округу номер 7. Процедура голосования все та же – входной контроль температуры, дезинфекция, получение бюллетеней для голосования и непосредственно выбор своего кандидата. Атмосфера была праздничной для большинства жителей. День выборов – это ответственный и радостный день. По нашему избирательному округу, участку номер 3421 всего 465 избирателей. Наш избирательный округ охватывает всего три населенных пункта. Это села Истяк, Шемельковка и Бонебаш. На сегодняшний день досрочно голосовало всего три избирателя. Голосование на данный момент проголосовало 21 избирателей. Настроение у всех хорошее, погода отличная, солнечная. Все члены присутствуют, работаем в обычном режиме. Избирательный участок 3451 расположился в Кармановской средней школе. В него входят два населенных пункта – село Карманово и село Кумово. А это почти 1400 избирателей. Жители активно принимали участие в выборах. Досрочно нас проголосовало 10 человек. На сегодняшний день, к этому времени, нас уже проголосовало 343 человека. Это уже составляет 25%. Посещаемость у нас очень была активная, где-то с 9 до половины 11 дня. В основном шли пожилые люди. А если смотреть по предыдущим выборам, то работающие, они идут обычно после обеда или ближе к концу рабочего дня. Ну, голосование у нас проходит обычно в штатном режиме. Нюансов каких-то, жалоб до сегодняшнего дня еще не наблюдалось. Впервые голосующий у нас проголосовал один, это было 10 часов утра. А среди старых у нас был посетитель 32-го года рождения. Многие жители приходили на избирательные участки с семьями. К выбору своего кандидата отнеслись ответственно. Тем самым подтверждая свое доверие и надежду на положительные изменения. Сейчас всегда участвуем на выборах. Выборы вообще нужны. Это голос народа. Поэтому мы всегда с удовольствием приходим с супругой и выбираем самых достойных депутатов районной советы. Сегодня настроение очень хорошее, праздничное, потому что все-таки выборы – это праздник. Поэтому сесть с семьей стараемся участвовать на этих выборах. Принимаем активное участие всегда. Конечно, нужно участвовать в таких мероприятиях, потому что каждый голос важен именно для будущего страны. Отношение к выборам каждый раз позитивное. Каждый раз я участвую, голосую всей семьей. Также участвую, потому что я являюсь агитатором тоже для выбора. Поэтому считаю каждый раз своей обязанностью агитатор, чтобы каждый пришел и сделал свой правильный выбор, который считают нужным. Параллельно шла работа и в территориальной избирательной комиссии. И здесь собирается вся информация о том, как идет голосование и явки избирателей. На всех избирательных участках муниципального района Янаульский район Республики Вашхольстан выборы проходят в штатном режиме. В списке для голосования внесено 36 294 избирателя. Для проведения выборов была проделана огромная работа. Оборудованы помещения для голосования. Оформлены информационные стенды. Предусмотрен комплекс мер безопасности. Организовано дежурство сотрудников полиции. Для наблюдателей созданы условия для нормальной работы. В участковые комиссии уже поступило 1298 заявлений о голосовании вне помещения. При выезде членов избирательных комиссий голосующим также уделяется большое внимание соблюдению правил санитарной безопасности. В этот раз было предусмотрено досрочное голосование. Участники голосования в течение 11 дней до дня голосования, то есть со 2 сентября по 12 сентября, 16.00 до 20 часов, приходили на участок для голосования и отдавали свой голос. Этим правом воспользовались 367 человек. Всего за ходом голосования на участках следят 96 наблюдателей. В гимназии имени Муксинова были расположены два избирательных участка. Как отмечают члены избирательной комиссии, выборы проходили без нарушений и замечаний. В 9 часов вечера двери всех избирательных участков нашего района закрылись. Члены комиссии приступили к погашению неиспользованных бюллетеней для голосования. Следующий этап – регистрация бюллетеней. Их количество сначала подсчитывают в переносных избирательных урнах, после в стационарных. Затем составляют протоколы. В них члены комиссии заносят результаты голосования. Кто пополнит ряды депутатов, станет известно в ближайшее время. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. 13 сентября жители нашего района, как и миллионы россиян, сделали свой выбор. Об итогах голосования нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Артур Калимулин. Всего замещено 32 депутатских мандата. К прозрачным урнам на 48 избирательных участков района пришли 23 227 человек, что составляет 64% от общего количества избирателей. В том числе 43 человека впервые голосующие, 3986 человек до 30 лет, 1393 человека проголосовали на дому, досрочно проголосовало 367 человек. Все требования проведения выборов выполнены. Это открытость, прозрачность, достоверность и легитимность. Выборы депутатов представительного органа местного управления признаны состоявшимися и действительными. Утром в коридорах Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений было шумно и многолюдно. Ровно в 11 часов утра здесь сработала тревожная кнопка, извещая о том, что в здании произошло возгорание. Такова была легенда учения. Более 200 человек за несколько минут организованно покинули свои рабочие места, соблюдая все меры предосторожности, захватив с собой лишь самое необходимое. Сразу после эвакуации прошла теоретическая часть учений. В число их рекомендаций вошло требование правильной парковки автомобилей. По правилам они должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров от здания. Сегодня у нас прошли практически тренировки по эвакуации людей из здания Маутскому, Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений. Данные мероприятия проходят в год в два раза, то есть весной и осенью. Вот сегодня в осеннее время провели данные тренировки. Тренировки прошли успешно по эвакуации. Все сотрудники вышли, это у нас на сегодня 250 человек были эвакуированы, сотрудников данного учреждения и 23-25 посетителей. Замечаний по эвакуации на сегодня не было, то есть все двери были закрыты, прикрыты, окна тоже, все сотрудники в учреждениях были закрыты, замечаний не было. В день семьи, любви и верности стартовал новый проект «Бешек колыбельные песни моего народа». Проект реализует детско-юношеский телеканал «Тамыр» и совет матерей «Материнское сердце» на грант главы республики для сохранения и развития государственных языков республики и языков народов Башкортостана при поддержке фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. В рамках проекта проводится творческий конкурс, он пройдет в трех номинациях «Колыбельное в исполнении ребенка», «Колыбельное в исполнении ребенка и взрослого», «Мастер по изготовлению колыбели». Планируются съемки передач, фильмов, социальных роликов с участниками конкурса. Преподаватель детской школы искусств нашего города Халисанна Сибулина прошла отборочный тур. Конкурса по номинации «Колыбельное в исполнении ребенка и взрослого». 8 сентября прошли съемки передачи о конкурсанте. Ну, колыбельные песни, колыбель моего народа, это, во-первых, это фольклор, это башкирские народные устные творчества, это же давно забытое уже. Надо вспомнить уже, мы должны знать прошлое, а если мы прошлое не будем знать, значит, у нас будущего нету. Поэтому я у детей спрашиваю, как вы, у нас башкирская музыкальная литература, мы проходим именно народное творчество, знакомимся с песнями, вот этими колыбельными песнями, обрядовыми праздниками. И с детьми я увидела вконтакте вот этот вот проект, новый проект, «Бишик дурданья айшик, колыбель моего народа» стартовал, потому что в этом году уже фольклориада, так ведь должна была быть. Ну, поэтому мы решили как бы попробовать свои силы. У детей все-таки багаж есть, они понимают, потому что мои ученики, которые уже и Юзунки, и Ирианда Кмолнара еще в других конкурсах участвовали, они уже адаптированные, понимают историю башкирского фольклора, и поэтому решили участвовать. «Бишик» — это значит, где наши ненейляр, зуретейляр, нас вырастили, «Бишик», так ведь? А сейчас частные молодежи, они не знают, что такое «Бишик». И вот сейчас они вспомнили, я им объясняю, и мои дети, вот у меня сын тоже рос «Бишик-те», и мои многие ученики, я спрашиваю тоже, они знают, что такое «Бишик». Вот это начало человеческой жизни, все там складывается, в таких колыбельных песнях. Мы делали уголок, повесили бишек, которые туда положили ребенка, как бы, куклу уж, потом обрядовые эти панно, которые повесили, и всякие рукодельничьи работы, которые собрали уж, все собрали, песни, колыбельные песни учили, каждый день репетировали, с каждым ребенком, они как бы спектакль сделали, сначала один ребенок начинает, потом вдвоем продолжает, потом коллективно, вот так вот, они очень, им понравилось, вот это вот действие, которое им и отправили, и получилось, вот мы прошли. Проект завершится большим семейным праздником в ноябре, в День Матери, в рамках которого состоится гала-концерт, выставка колыбели от народных мастеров и фотовыставка. По итогам проекта будет выпущен аудиоальбом и документальный фильм. И это, пожалуй, все новости к этому часу, впереди прогноз погоды, оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Они вернулись. Газету «Вариант 52» снова с вами. Весь сентябрь частные текстовые объявления принимаются бесплатно. Ого, вот это цены! Масло сливочное 500 грамм 199, колбаса водеревенские 89, а тушенка говяжья 59 рублей. Да, в честь дня рождения находка режет цены пополам. С находкой и корзинка полная, и кошелек. Акция «Действительность» с 14 по 20 сентября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Огонь беспощаден. Он не прощает беспечность. Изо дня в день мы с легкостью расстаемся со своим здоровьем. Курение, неправильное питание, раздражительность, длительные стрессы, повышенное артериальное давление, ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, отсутствие положительных эмоций, злоупотребление спиртным. И вот итог. Инсульт. Резкая головная боль. Внезапная слабость в руке и ноге. Берегу с лица. Нарушение речи. Срочно звоните. 0-3. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Но для этого надо постараться. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Когда приедешь к нам, сама все поймешь. Ты готова? Нет. Ты готова? Ты готов? Продолжение следует...